Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. А кто же трудится в этой сфере? В преддверии праздников мы решили посетить один из филиалов управляющей компанией ЖКХ в поселке Измайлово и лично познакомиться с представителями службы, рассказывает Лариса Вольнова. Служба эксплуатации жилого фонда Булатникова обслуживает территорию сельского поселения Булатниковское. В штате филиала 25 человек. Ежедневно они трудятся на благо посельчан, проводят субботники, выполняют косметические и капитальные ремонты, обслуживают 34 жилых дома. Без нашей службы, естественно, жилого фонда не может существовать, потому что у каждого есть проблемы. И в субботу, и в воскресенье нас беспокоят. Хотя есть у нас оперативно-дежурная служба, на которой ночью могут выезжать, и по праздникам могут выезжать. Но всё равно нас беспокоят. И днём, и ночью. Тем не менее, мы как-то уже втянулись в это. Людям помогаем. Вот такая наша работа. Дворники, слесари, сантехники, ремонтники выполняют важную работу. На их плечах лежит большой груз ответственности за обеспечение комфортных условий жизни людей. Люди отзывчивые работают в течение дня. Если, конечно, это не такая уж сложная работа. Потому что бывает такой прорыв, что или засор такой, что приходится обращаться в другие организации, то есть в ВДС, которые у нас непосредственно с нами тоже связаны. Благодаря усердной работе службы ЖКХ мы видим чистые светлые подъезды, работающие лифты, благоустроенные дворы и детские площадки в них. Всё это создаёт особый настрой и чувство гордости за свой подъезд, дом или даже микрорайон. Работа сложная, но как бы мне нравится. Помогаю людям, чем могу. С проблемами справляемся. Жалобы, конечно, есть. Но пытаемся их как-то решить. Семь лет трудится в жилищно-коммунальной сфере местный житель Василий. У него особое отношение к работе. Говорит, что начальство хорошее, заработная плата более или менее. А самое главное – приятно видеть результат и приносить пользу людям. Нормально всё, работаем как положено. Относимся к работе сразу как по первому звонку. Наводим порядок везде. Там озеленение делаем. Там это самое, когда трава косит. И работаем поэтому, что, как говорится, приносим пользу какую-то для людей. Стараемся. В преддверии Дня работников ЖКХ поздравляем всех специалистов, управляющих и обслуживающих организаций. Благодарим их за усилия и профессионализм. День работников ЖКХ – это хороший праздник. Я думаю, всех сотрудников ЖКХ надо поздравить с этим праздником. Пожелать им терпения. Самого главного, наверное, здоровья. Понимания поменьше проблем на работе. Хочется отметить, что, несмотря на множество нерешённых проблем, сотрудники службы эксплуатации жилого фонда Булатникова очень стараются и ставят своей основной задачей поддержку и содействие жителям.